МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Морозы до минус 15, аграрии уже готовятся к горячей паре, отправляют в ремонт технику и закупают удобрения. А любители зимних видов спорта спешат насладиться морозными и снежными днями. Наши корреспонденты побывали на самых популярных ледовых площадках Гомеля. Еще мы ждем туристов. В регионе есть что показать. О перспективах этой сферы – наше специальное интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Определить вектор развития страны. На следующей неделе в Минске состоится 6-е Всебелорусское народное собрание, которое обозначит главные ориентиры на ближайшие годы. Гомельскую область, напомним, представят 310 человек. Делегаты от нашего региона затронут самый широкий спектр вопросов. Инновации в производстве, поддержка молодежи на селе, развитие региональной медицины, укрепление спортивной материально-технической базы. Более подробно об инициативах жителей области расскажет Дмитрий Котов. Предприниматель Михаил Соскевич заинтересован в открытом обсуждении вопросов социально-экономического развития страны. Делегат Всебелорусского народного собрания в 1991 году начал создавать в жидковищах предприятия по производству металлоконструкций. Тогда районный совет депутатов зарегистрировал «Сатурн-1» как малое арендное предприятие. Начали с производства запасных частей для сельхозтехники. Никто и не думал, что завод со временем превратится в современное предприятие по производству металлоконструкций для таких гигантов, как Белорусская и Российская железная дороги, Беларусь-Калий и Беларусь-Нефть. В прошлом году был открыт еще один цех, построенный за собственные средства. Устаревшее оборудование, к слову, на «Сатурне» увидеть практически невозможно. Чтобы соответствовать требованиям партнеров, необходимо работать по современным технологиям. Развиваем сбыть своей продукции на российский рынок. На данный момент работаем с Тихвинским вагоностроительным заводом. Это инновационные новые вагоны, они делают так, и мы поставляем свою продукцию. Заключили сейчас договор на поставку двух цепей, это «Урал-Калий». Адам Ашомка хорошо известен жителям агрогородка Боровое Лельческого района. Здесь родился, окончил школу, а после армии стал работать в местном колхозе. За плечами 46 лет в сельском хозяйстве. И все это время Адам Михайлович отработал на одном предприятии. Прошел путь от механизатора до начальника машино-тракторного двора открытого акционерного общества «Звезда Полесья». Адам Ашомка не только ответственно подходит к выполнению своих служебных обязанностей, но и стремится всегда помогать местному населению. Более 10 лет является депутатом Боровского сельского совета. Принимает активное участие в благоустройстве населенных пунктов. На 6-м Себелорусском народном собрании делегат от Лельческого района хочет поднять вопрос поддержки молодежи на селе. Если создать условия городской и сельской местности проживания, то, возможно, молодежь пришла бы работать в сельской хозяйстве. А так уезжают в город. Надо создать условия приятные, чтобы они больше оставались в сельской местности. Татьяна Котлобай более 30 лет работает в сфере здравоохранения и хорошо знает, какой должна быть медицина в сельской местности. Новая Ялчанская амбулатория, где работает делегат от Брагинского района, открыта в конце 80-х годов. С того времени прошло 4 реконструкции, в результате которых учреждение не просто приобрело красивый облик, но и стало, по сути, современной сельской больницей дневного пребывания. Тут даже с пандемией коронавируса справились практически самостоятельно. В ЦРБ отправляли лишь несколько человек, остальных лечили на месте. Жители деятельности амбулатории довольны и просят делегата Всебелорусского собрания позаботиться о сохранении медицины на селе. Татьяна Котлобай полностью поддерживает односельчан. Зуболечение. Сегодня физиолечение. Сегодня лечение в дневном стационаре. Сегодня сдать анализы, сделать кардиограмму. Попасть на прием к доктору. Это же не должно быть космосом. Это должно быть нашей жизнью. Это должно быть ежедневным посылом медицины для сельского жителя. Я считаю вообще, что та система, которая есть и существует, ее ни в коем случае нельзя трогать. Может быть, модернизировать, где-то что-то добавить, где-то что-то еще более развить, инновационные какие-то методы применить. Я считаю, что это будет более правильно. И едя на этот съезд, я, конечно, выражаю волю своих земляков. Люди понимают, что о них заботятся. И я считаю, что, конечно, сохранение той системы сельского здравоохранения – это будущее нашей страны. А Людмилу Егорову на форуме будет интересовать тема развития системы образования. Более 10 лет делегат от Реческого района возглавляет местный педагогический колледж. Сегодня здесь обучается 400 человек, которые будут учителями английского и немецкого языка, а также воспитателями дошкольных учреждений. В систему образования, по мнению Людмилы Егоровой, нужно вносить коррективы по нескольким направлениям. К примеру, в педагогическом колледже прием осуществляется только по конкурсу «Свидетельство о базовом образовании», по результатам которого на бюджетные места могут попасть учащиеся, которые изучать иностранные языки на профессиональном уровне не смогут. Кроме того, больше внимания нужно уделять психологической подготовке учителей, уметь быть дипломатичными и гибкими в возможных конфликтных ситуациях. Сегодня важно, чтобы все вопросы, все диалоги, которые спорные вопросы, могли бы решиться здесь, внутри учебного заведения. Поэтому сегодня очень востребована такая, такой центр в школе, в любом учебном заведении, как центр медиации. Это центр, где учат выходить из конфликта. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы мы умели вести диалог. Любое обучение, любое воспитание всегда начинается с диалога. Мы должны услышать, чего хочет учащийся, и должны помочь ему достичь того, чего он хочет. Но главное, он должен об этом сказать. Шестое Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11 и 12 февраля. Напомним, Гомельскую область на форуме, который определит дальнейший вектор развития нашей страны, представят 310 человек. Дмитрий Котов, Новости недели. Несмотря на то, что температура за окном продолжает опускаться, в регионе началась подготовка к посевной. Аграрии закупают удобрения, а в мастерских ремонтируют полевую технику. Марина Северьянова побывала на химическом заводе и в Гомель обл.агросервисе, чтобы узнать, как там помогают готовиться к сельскохозяйственному году. В этот грузовик насыпают удобрения для полей Минщины. Машины подлежают одна за другой. Аграрии хорошо понимают, если к почве относится заботливо, она отплатит хорошим урожаем. Последние лет пять хозяйства все активнее закупают необходимые для урожайности земель химические элементы. Белорусские аграрии отдают предпочтение амофосам и суперфосфатам, а зарубежные еще и азотно-фосфорно-калийным удобрениям. В прошлом году на внутренней и внешней рынке продали рекордный миллион тонн продукции. Около 700 тысяч тонн отправили за пределы страны, остальное в белорусские регионы. В целом рост экспорта за пять лет составил порядка 30%, а производство продукции выросло на 20%. Радует еще тот факт, что у нас за последние годы, в принципе, последние пять лет стабильный рост идет поставок на внутренний рынок. Но это прежде всего плодородие почвы, оно обеспечивает и продовольственную безопасность страны. Что касается экспорта, постоянно расширяем ассортимент, то есть количество марок, поставляемых на экспорт, дифферсифицируем по странам, то есть за прошлый год более чем в 17 стран осуществлялись поставки. Чтобы в сезон не создавать очередь на отгрузку удобрений, на территории химзавода строят склад. До конца года объект планируют сдать. В нем сможет поместиться 25 тысяч тонн продукции. Сравнительно с существующим втрое больше. Имеющийся склад, он бункерного типа, построен еще в далекие советские времена и был предназначен только для суперфосфата. Сейчас у нас номенклатура намного больше выпускается и некоторые типы удобрений просто-напросто не предназначены хранить в складах такого типа. Поэтому вот это и была необходимость строительства именно склада напольного хранения. Едем в агрогородок Еремино на Гомель-Обл-Агросервис. До 1 марта мастера должны отремонтировать всю неисправную сельхозтехнику, которую доставили хозяйство региона. В своей очереди ждут более 30 единиц. Еще одно направление деятельности, которое появилось здесь три года назад – сборка агрегатов для продажи на вторичном рынке. Вот этот трактор МТЗ-3022 восстановлен нашими специалистами на вторичный рынок. То есть мы выкупили узлы агрегаты, отработавшие в хозяйствах, восстановили его, состояние его аналогично новому. Причем гарантия еще один год. Значит, цена восстановительного работ по этому трактору – 120 тысяч. Ну, 120 тысяч для сравнения – это 45% стоимости нового. Новый стоит 310-315 тысяч. В такой же мощный трактор превратится и этот, говоря простыми словами, кусок металла. Дело очень кропотливое. В результате, каждая единица сельхозтехники, которая получает вторую жизнь, вызывает профессиональную гордость у мастеров. Гордость даже переполняет более чем. Когда мы видим, что даем жизнь, вторую жизнь, скажем так, данной модификации трактора, конечно, переполняет гордость. Чтобы ремонт и обслуживание агрегатов были качественными, для специалистов проводят обучение в формате видеоконференции. А еще в этом году предприятие презентует новый вид работ. В помощь аграриям тут создадут механизированный отряд по внесению минеральных удобрений. Для этого к существующей купили дополнительную технику. Мехотряд станет настоящим спасением для хозяйств, которые не будут успевать справляться с полевыми работами в срок. Все решают технологические сроки. Технологические сроки внесения, обработки. Это, конечно, влияет на урожай. То есть, получается, если кто-то не будет справляться, успевать, обращаются к вам, вы выезжаете с техниками? Да, конечно. Конечно, многим не хватает техники, не справляются и наши сельхозхимии, которые у нас имеются. Техника устарела, все. Но у нас нашлась возможность, ситуация для приобретения этих машин. Я думаю, что это будет хорошее подспорье в нашем регионе, здесь, в Гомельщине, чтобы оказать такую услугу. В планах развития этого направления с последующей закупкой сельхозтехники. Пока же самое важное – до весны отремонтировать все агрегаты, которые находятся в мастерских предприятиях, чтобы старт посевной был успешным. Марина Северьянова, Игорь Марищенко. Новости недели. О других важных событиях уходящей недели в обзоре от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С государственной поддержкой. Среди других выполненных показателей достигнуты необходимые результаты по прямым иностранным инвестициям на чистой основе и энергосбережению. Также из плюсов в экспортной географии 9 новых стран. В прошлом году выросла заработная плата. В среднем по области она составила 1100 рублей. Кроме того, в 2020-м в Гомельской области создано около 700 новых предприятий, из них 200 – в промышленной сфере. При этом, по объективным причинам, год действительно непростой. Сначала проблемы с поставками нефтепродуктов, потом связанные с пандемией ограничения. Рост объема производства вывести на уровень 2019 года так и не получилось. На уходящей неделе прием граждан провел председателю былосполкома Геннадий Соловей. Были затронуты вопросы строительства детской поликлиники в Новобелецком районе Гомеля, восстановления асфальтного покрытия между деревнями Грабовка и Маковье Гомельского района, выделения ссуды сотруднику серхозпредприятия для приобретения жилья. Геннадий Соловей провел рабочее совещание на новом молочно-товарном комплексе в Житковичском районе. На этом объекте глава региона бывает часто. Ход строительства комплекса находится под его личным контролем. Объект действительно уникальный, аналогом ему нет в Беларуси. Планируется, что ферма будет ежегодно поставлять на Туровский молочный комбинат почти 22 тысячи тонн молока. Предприятию необходимо дополнительное сырье, причем в больших количествах. Молоко из нового комплекса увеличит объемы производства и, соответственно, экспортные поставки. Молочный комплекс «Сдяковича» – белорусско-итальянский проект. С нашей стороны его реализацией занимается унитарное предприятие «Молочная правда». В связи с пандемией сроки сдачи объекта немного изменились. Однако руководство «Молочной правды» не считает ситуацию критической. В Октябрьском районе после капитального ремонта открыли мост через реку Птич. В 2011 году на сооружении выявили дефекты, которые не позволяли обеспечить безопасность пассажиров и транспорта. Было принято решение отремонтировать мост. Однако из-за отсутствия финансирования работы приостановили. Все это время движение не прекращалось. Сообщение организовали по временному деревянному мосту. Возобновить ремонт сумели в 2019-м. Активные строительные работы начались в апреле 2020-го. Были приобретены основные железобетонные конструкции, смонтированы 72 балки мостового строения, обустроено около 400 кубометров монолитных участков и монолитной плиты. Специалисты работали с опережающими темпами. Мост – важное связующее звено не только между населенными пунктами Октябрьского района, но и между Гомельской и Брестской областями. Власти уверены, его реконструкция – не только удобство для жителей, но и хороший вклад в экономику региона, ведь это поможет сделать грузоперевозки более интенсивными. Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Беларуси. И по сравнению с другими секторами экономики, именно туризм наибольшей степени пострадал от пандемии COVID-19. Страны закрыли границы, люди, чтобы поберечься, больше времени проводили дома. Однако при этом на фоне глобальной пандемии любители путешествий смогли по-новому открыть для себя красоту белорусской природы, объекты исторического и культурного наследия, традиции и обычаи родной страны. Сейчас правительство обсуждает новый нормативный акт, призванный поддержать развитие отрасли. Какие инновации жизненно необходимы – далее в интервью. По объективным причинам в минувшем году отрасль туризма понесла огромные потери. Если сравнить 2020 с предыдущим годом, то сколько туристов из-за рубежа мы не дождались и сколько прибыли не досчитались? К сожалению, пандемия внесла коррективы, скажем так, в этом году. В 2019 году наш регион посетила туристов порядка 96 тысяч, в 2020, к сожалению, порядка 45. Что касается финансовых вложений, к сожалению, денег наш регион не дополучил в 2020 году. Это цифры горят сами за себя. Если в 2019 году экспорт тур услуг по области стал 17,8 миллионов долларов США, то, к сожалению, в 2020 году он 5,2 тысяч долларов США. Переориентироваться в большей степени на внутренний туризм. Тем, кто хотел остаться на плаву, пришлось в кратчайшие сроки. Скажите, пожалуйста, какая работа была проведена с этой целью? Вы правы. Сложившаяся ситуация стала немного шоковой терапией для туристических предприятий, но большинство из них переориентировалось. Сегодня у турфирм сформированы пакеты экскурсионной, культурно-познавательной направленности, заключены договора с санаторно-курортными организациями. Также ряд турпакетов предусматривает систему бонусов, льгот, скидок. При этом многие туристические направления удалось обновить и даже сделать более популярными. Так, одним из новых в Гомельской области стал военно-исторический маршрут под названием «Вечной памятью живы», который включает в себя посещение памятников и мемориалов в Жлобинском и Светлогорском районах. Расскажите, пожалуйста, как отзываются туристы об этой поездке? Вы знаете, хотелось бы немножко рассказать об этом маршруте. Вы правы, данный маршрут включает в себя это посещение памятников в Жлобинском районе, памятников детям войны, также два памятника в Светлогорском районе, это операция «Бакратион», и, конечно, бренд, недавно старший в нашем регионе, это «Мемориал Алла». Хочется отметить, что данный маршрут очень актуален. Туристические фирмы возят с удовольствием не только нашего региона, но и других регионов нашей страны. Этот маршрут востребован, интересен, и хотелось бы отметить, что данный маршрут в этом году является дипломантом республиканского конкурса туристического «Познай Беларусь», а также, что очень приятно, он известен уже на международной арене, он занял второе место в конкурсе международного фестиваля «Дивы Евразии» в номинации «Туристические маршруты экскурсии». Я бы рекомендовала обязательно всем отправиться по этому маршруту, больше узнать об истории нашего региона. Ольга Дмитриевна, а какие новации в качестве мер государственной поддержки сейчас обсуждаются на республиканском уровне? Сегодня государством уделяется достаточно большое внимание развитию отраслей наиболее пострадавшей в период пандемии. Так, указом президента 512 предусмотрено продление мер поддержки, соответствующие изменения внесены в указ 143 поддержки экономики. Ряд льгот и преференций сегодня предусмотрен также декретами президента 6, 10, налоговым кодексом. Преференции действуют и в сфере агротуризма, указ 365. Сегодня на рассмотрении находится закон о туризме в первочтении, где предусмотрена финансовая составляющая туроператора, их ответственность перед потребителями при неисполнении договорных обязательств. Также при Министерстве спорта и туризма создана рабочая группа по механизму субсидирования путешествий гражданами Республики Беларусь в пределах своей страны. Это будет что-то вроде кэшбэка. В этом году будет сделан акцент на развитие туристико-реквизиционных парков в особо перспективных районах, создание конкурентно-способного туристического продукта на внутреннем рынке, что позволит привлечь, конечно, не только внутреннего туриста, ну, конечно же, иностранцы в наш регион. Ольга Дмитриевна, благодарю вас за интервью. Желаю обязательно воплотить в жизнь все задуманное. Ну и приятных всем путешествий. Спасибо. До наступления весны меньше месяца. Поэтому у тех, кто не успел насладиться зимними видами активного отдыха, осталось не так много времени. Следите за прогнозом погоды, выбирайте коньки или лыжи. А наш корреспондент Анна Корольчук расскажет вам, куда отправиться, чтобы покататься. Такой погоды мы ждали долго. Небольшой мороз, достаточно снега. И самое время устроить забег на лыжах в выходные. Ну, а где это можно сделать удобно? В Гомеле. Я сейчас расскажу. Биатлонный комплекс «Сош» на берегу Грибного канала открылся в 2019 году. Он включает разминочные и штрафные круги, а также трассу длиной в километр с двумя подъемами. Здесь работает прокат инвентаря, есть удобная кабина для переодевания. Так как комплекс новый, то и оборудование выдают соответствующее. Посещение трассы с арендой лыжи обойдется взрослым в 7,5 рублей, детям до 16 лет в 5 рублей. А если у вас есть свои лыжи, то цены снижаются до 5,2,5 рублей. И это на целый день. Насладиться лыжными заездами тут можно даже тогда, когда в городе снега совсем не видно. Для этого на лыжероллерной трассе работают специальные снеговые пушки, которые в минусовую температуру создают необходимое покрытие. Дети здесь тренируются, у меня двое. Три раза в неделю я вместе с ними за компанию, чтобы время зря не терять, тоже катаюсь. А у вас дети, ну, прям спортсмены занимаются? Ну, да, еще только начинают. Ну, планируем, хотим, чтобы занимались полноценно. Так, а у вас самый опыт какой на лыжах? На лыжах никаких. Здесь впервые стала, первый раз на лыжах и на роллерозе тоже попробовала впервые. Возможность, да, вообще отличная, замечательная. Очень рада, что здесь у нас в Гомеле открылся такой пиатлонный комплекс. Спорткомплекс находится в микрорайоне Якубовка. И приехать сюда можно на машине или автобусе номер 14. Перед поездкой рекомендую предварительно позвонить администратору и узнать, не проходит ли на трассе соревнования. А для любителей коньков в Гомеле открыто более 20 площадок. Наиболее известные и популярные из них – это Ледовый дворец и открытые катки на улицах Головацкого и Косырева. За входной билет в выходные нужно заплатить 5 рублей. В будние дни есть скидки в зависимости от сеанса. Прокат коньков стоит 2,5 рубля в час. Если вы на катках частый гость, то выгодно купить абонемент. Для детей организованных групп также есть специальные тарифы. Приезжаем сюда систематически. Дети любят кататься на коньках. И вот сегодня, несмотря на непогоду, мы снова здесь. Сегодня я сам не могу на лыжах. Накатался эту неделю, поэтому ноги устали. А там с удовольствием. Так что очень приятно. А где на лыжах катаетесь? Возле школы, да. Я в учитель физкультуры. Катки под открытым небом работают каждый день с 10 до 22 часов. Лыжероллерная трасса с 9 до 21. Всего в Гомельской области этой зимой открыто 85 катков и 68 лыжных трасс общей протяженностью более 82 километров. В половине из них есть пункты проката инвентаря. Присоединяйтесь, ведь спорт на свежем воздухе сейчас как никогда полезен. Анна Корольчук, Сергей Комков, Валерий Гопанько. Новости недели. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения белорусских классиков Ивана Шамякина и Ивана Мележа. Их связывает не только род деятельности и общий юбилей. Они оба родом с Гомельщины и оба народные писатели Белоруссии. Как празднуют столетие известных земляков на родине, расскажут наши корреспонденты. 30 января 1921 года в деревне Карма Добружского района появился на свет Иван Шамякин. Его детство прошло среди пейзажей Приднепровья, потом на его жизнь выпала война. Он боролся с фашизмом с первого до последнего дня Великой Отечественной. И не случайно заявил о себе, в первую очередь, как писатель военной тематики. Старь письменникова. Я Марью. Марью, тогда уже, когда наставничьего особливо, и наутролей, еще на войне, бои там, помеж боями, далеко на полночь, в Мурманску, в Андалакшу, в Тарзаводску, после и в Польше, и на Одере. А я вырывал часины, ко мне что написать. К юбилею писателя во всех библиотеках области прошли тематические выставки и литературные встречи. А наша телерадиокомпания подготовила специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Несмотря на то, что Иван Петрович умер всего 16 лет назад, многие факты из его детства и юности до сих пор вызывают вопросы. Поэтому при подготовке сценария ведущей Елене Троценко пришлось провести журналистское расследование и обратиться за помощью к историку Юрию Панкову. Докладно мы доведались, в каком техникуме учился Иван Петрович Шамякин. Бо все интернет-крыницы подают учился, скончил гомельский техникум будовничных материалов. Нема такого техникума, шукала, шмат дзе. Гэта индустриально-будовничный техникум, будынок захавауся, однако вядома, что у им уже нема неакого техникума. Гэта тут неподалеку на Кирова. И там ранее было, ну, хто памятая, в училище рычников. За 60 лет творческой карьеры издано 130 книг Шамякина общим тиражом более 25 миллионов экземпляров. Многие произведения были экранизированы. А 8 февраля исполнится 100 лет со дня рождения еще одного нашего прославленного земляка Ивана Мележа, уроженца деревни Глинище Хойникского района, который прежде всего известен как автор трилогии «Полесская хроника». К его юбилею на ростовской земле, где в войну писатель был ранен и спасен местным хирургом, откроется мемориальная комната. Экспозиция будет работать в Петрушинской сельской библиотеке, которая носит имя Мележа. Учреждение в дальнейшем планирует сотрудничать с Гомельской библиотекой филиалом номер один, также носящей имя писателя. В честь литераторов-земляков областное отделение Союза писателей Беларуси объявило 2021 год годом классической литературы и чтения. Мы объявили два открытые областные литературные конкурсы. Первый конкурс, примиркованный до 100 годов Ивана Шамякина, мы назвали «Семья, основа, счастье и кахание». Другой конкурс еще протягивается. Мы назвали его конкурс, так само открытый областный литературный конкурс «Белые вишни и яблони», присвященный творчеству и житовому шляху Ивана Мележа. Зараз жюри працует, працует другая группа жюри, и завтра, послезавтра будут там, сведомы, лепшие, злепшие. Посмотреть выпуски программы «Добрый вечер, Гомель», посвященные юбилеям народных писателей, можно на сайте телерадиокомпании «Гомель», а завтра в вечернем эфире новостей смотрите репортаж к столетию Ивана Мележа. Анна Корольчук, Николай Скинтиян, Сергей Комков. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье. чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.